Сотрудники надзорных и пожарных ведомств всерьёз обеспокоены приближающимися праздниками, ведь население, пытаясь добавить ярких красок, уже сейчас закупается пиротехникой и различными салютами. К счастью, предыдущие новогодние каникулы из-за несоблюдения правил безопасности при запуске фейерверков пожаров не было зарегистрировано. Тем не менее, каждый год в травмпункты обращаются люди с различными травмами и ожогами. По Копейскому городскому округу в течение 2013-го и по настоящий момент пожаров по вине использования пиротехнических изделий не допущено. Но это не говорит, что мы не должны быть готовы к тому, чтобы предотвратить соответствующие пожары, довести до населения соответствующую информацию о мерах пожарной безопасности. То есть, каждый гражданин должен быть заинтересован как в сохранности своего имущества, так и в обеспечении безопасности своей жизни и жизни окружающих его людей. Однако, чаще всего травму получают дети, которые покупают непроверенные хлопушки и петарды, взрывают их, не соблюдая элементарные правила безопасности. Зачастую такие петарды продаются даже без соответствующих разрешений и сертификатов. Это очень печальная статистика. Дети получают травмы из-за использования соответствующих хлопушек, которые они покупают на розничных рынках. То есть, показывающие соответствующие рейды с полицией, которые проводятся. Мы проводим рейды, изымаем всю эту продукцию нестандартную, некондиционную, без соответствующих документов. Но предприниматели и граждане, которые гонятся за прибылью, пытаясь ее получить, они тем самым наносят вред в первую очередь детям. То есть, продают пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Для некоторых пиротехнических изделий возраст должен быть еще более высокий. То есть, 18 лет и более. То есть, дети, применяя вот эти петарды, хлопушки и так далее, они получают соответствующие травмы кистей рук. То есть, пиротехническое изделие у них разрывается в руках, отрывает пальцы. Все мы знаем, что дети любят баловаться. То есть, соответственно, подкидывать одноклассникам в портфеле или за шивора пиротехнические изделия. То есть, это все приводит к соответствующим плачевным результатам. То есть, получают ожоги, получают травмы, отрыв конечностей, пальцев и так далее. То есть, перед лицом срывают. То есть, все то, что хотелось бы превратить в шутку, получается просто потом уголовное дело в отношении родителей. Сотрудники отдела надзорной деятельности регулярно проводят совместные ряды с полицией и прокуратурой. Цель таких мероприятий – выявление нарушений при продаже и хранении пиротехнической продукции. Напомним, действующим законодательством в отношении юридических лиц предусмотрены наказания в виде штрафа до 200 тысяч рублей. В первую очередь, советую гражданам покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, которые имеют, соответственно, большой опыт работы с данными товарами. Во-вторых, каждый товар должен иметь соответствующий сертификат, соответствие либо декларацию. Даже если вы примерно представляете, как пользоваться, не поленитесь, пожалуйста, посмотреть на коробки, потому что идентичный товар может определенную спецификацию иметь. В первую очередь, это радиус поражающих элементов. То есть, для одного изделия, то есть, радиус разлета поражающих элементов составит 20 метров, для другого – 50. Нельзя, значит, наклоняться над изделием, в том числе и над тем изделием, которое не сработало. Значит, поджигать соответствующие пиротехнические изделия необходимо только на расстоянии вытянутой руки. Еще раз повторяю, не наклоняться над пиротехническим изделием. То есть, подожгли, отошли на расстояние не менее 20 метров. Запуск пиротехнических изделий должен осуществляться только на открытых площадках, вдали от жилых домов. Не допускается запускать пиротехнические изделия с балконов, с эстакад, на путях железнодорожного транспорта, под линиями электропередач, значит, в любых зданиях, сооружениях, помещениях. Продолжение следует...